Первой темой разговора с главой города на заводе теплообменник стала поддержка промышленных предприятий. В городе не было остановлено ни одного завода, предприятия продолжают работать. Городская власть сейчас старается оперативно реагировать на любые запросы промышленников. Буревестник два года назад обратился с тем, чтобы выделили дополнительную землю под строительство новых производств. Кому-то нужна дополнительная земля под строительство складов, кому-то нужно, чтобы быстрее бумаги градостроительные проходили, например, как машиностроительный завод, который на сегодняшний день строит новый завод вооружений. То есть на теплообменнике, где я сегодня на встрече присутствую, тут жители очень волнуют вопросы благоустройства. Кроме промышленности говорят о градостроительной политике. Объемы строительства жилья в Нижнем Новгороде за три года выросли более чем в два раза. В кризисный 2014 год не остановлена ни одна муниципальная стройка. Позиция Олега Сорокина – отказ от точечной застройки. Приоритет отдан жилым микрорайонам и наполнению города новыми объектами инфраструктуры. Детские сады строятся, расселение ветхого фонда, фоки, потому что у меня у самой трое внуков, поэтому мы все живем в Ленинском районе, посещаем фок наш заречья. Очень довольны, очень счастливы, ответили на многие вопросы, касающие как раз строительства нового детского сада. Строительство и благоустройство – основные вопросы встречи. Говорили и о состоянии городских дорог и ценах на недвижимость. Разговор длится почти полтора часа. Увидеть вот такой сводный отчет – это было очень полезно, потому что не всегда видно эту рутинную работу, которая потом формируется в какой-то значимый результат для города. Все было интересно, так что коллектив очень доволен, что у нас сегодня посетил глава города. И нам было очень приятно, так что работаем дальше. Очень хорошо, что власти города выходят на предприятие с отчетами. В графике главы города – 10 подобных встреч. Впереди разговор с работниками дошкольных учреждений, промышленных предприятий, врачами и нижегородскими студентами. Елена Фролова, Алексей Александров и Максим Веселов. Объективно ННТВ.